Заболела, заколола, защемила. В таких случаях первые, о ком мы вспоминаем, это, конечно, врачи. Именно они становятся для нас самыми нужными людьми. С одними из таких, безусловно, нужных людей мы сегодня и познакомимся. Елена Петрыгина – молодой врач-терапевт. Как она пришла в профессию и почему, несмотря на все трудности, продолжает оставаться в ней, узнаем из первых уст. Коренная устюжанка Елена Петрыгина сегодня хорошо знакомый горожанам врач-терапевт. Уже без малого 10 лет она помогает землякам сохранять здоровье. Елена в ее большой семье единственный врач. Медицину своим жизненным путем она выбрала еще в детском саду. С трех лет мечтала стать стоматологом, а уже в школе научилась оказывать людям практическую медицинскую помощь. Когда у нас началась игра зорница, первая медицинская санитарная помощь была, наверное, мой любимый этап. Поэтому я любила и бинтовать, и перевязывать, и решать вот эти все задачки сложные. Первая помощь при ушибах, переломах, ссадинах, трещинах. Вот. Оттуда любовь. Моим наставником стал наш школьный фельдшер. Мечту Елены о стоматологии жизнь скорректировала. Девушка пошла в общую терапию. Великоустикская ЦРБ выделила ей целевое направление, и она стала студенткой факультета лечебное дело Кировской медицинской академии. Очень импонировало то, что наша альма-матер Кировская государственная медицинская академия считалась самым молодым вузом среди всех медицинских вузов, которые добились большого статуса, статуса академии из филиала, из филиала Пермского государственного медицинского университета. Сейчас этот у нас, сейчас у нас не академия, а статус уже университета. В 2011 году по окончании академии, несмотря на целевое направление от районной ЦРБ, Елена легко могла бы не возвращаться в родной город. Обязательства были скорее формальными. Тем не менее, выбор девушки пал именно на Великий Устюг. В маленьком городе можно большему опыту набраться, нежели в узкой специализации в каком-нибудь большом городе. То есть у тебя каждый день разные задачи, которые ты должен решать. У тебя постоянно работают твои клеточки головного мозга. Тут тебе, пожалуйста, и гастроэнтерологические больные, тут тебе и пульмонологические больные, тут тебе и кардиологические больные. То есть общая терапия непосредственно тому, что ты училась. И уже набрав базу, можно ехать в какие-то города. Да, но этого не случилось. Я осталась в родном городе и ничем не жалею. Медицина, я не скажу, что у нас в городе она плохая, она у нас замечательная. Да, есть все возможное для развития. Восемь лет Елена Петрыгина работала участковым терапевтом в поликлинике. Немало резиновых сапог стоптано по улицам второй части города, вспоминает врач. В то время молодые медработники особенной заботы от муниципалитета и области не чувствовали. Им выделяли лишь по 2000 рублей на оплату съемного жилья. Двумя годами позже Елене предоставили служебную однушку. Вот, пожалуй, и все подспорье. Программа поддержки молодых специалистов тогда не изобиловала привлекательными предложениями. Когда я всегда говорила, нашим администрациям ходила на собрания о том, чтобы программу расширяли. Я думаю, что меня и услышали сейчас. Идут хорошие изменения. Например, наши начинающие доктора уже имеют базу хорошую, которая и от нашего Великоустевского муниципального района добавляет в кошелечек, и от области у них есть стабильная определенная сумма. Все-таки видно, что у нас плачевное состояние с кадрами. И решается вопрос с приобретением квартир. Квартир причем большой площадью для специалистов, если особенно приезжают семейные пары врачи. Елена Петрыгина сегодня не только врач. Она председатель Молодежного совета районной профсоюзной организации работников здравоохранения, член Молодежного парламента. В 2019 году Елена Андреевна стала заведующей отделением медицинской профилактики Великоустевской ЦРБ. Ее основная задача теперь – сохранение здоровья у стюжан, не лечения, а предотвращения появления возможных заболеваний. Таких заболеваний, которые у нас появляются путем приобретения, то есть привычек, вредных привычек. Привычек, вредные привычки у нас какие бывают? Связаны с курением, с употреблением алкогольсодержащих продуктов, с малой физической активностью, с употреблением не тех продуктов питания, когда наш народ забывает питаться регулярно, вовремя, часто, дробно, как мы обычно советуем. Законодательство в России обязывает врача непрерывно пополнять свои знания, регулярно повышать профессионализм. Елене Андреевне это по душе. Она уже освоила две дополнительные врачебные специальности. При этом девушка мастерски совмещает работу и самообразование с воспитанием двоих сыновей – Семена и Степана. Кстати, сейчас Елена ждет третьего сына и буквально на днях вышла в декретный отпуск. Жизнь пошла немного более спокойным темпом. А вообще для врача умеренный ритм будни и нормированный рабочий день в условиях существующего дефицита медицинских кадров – это роскошь. Даже в данный период пандемии я считаю, что на легкий труд мы были не переведены. У нас, можно сказать, и нет легкого труда. Если ты выучился на врача, то ты должен понимать, что ты должен выполнять свои функциональные обязанности. Если ты едешь на ковид, ты готовишься. Конечно, ты подвергаешь себя риску инфекционным заболеваниям. Куда деться-то? Дефицит кадров накладывает на себя отпечаток. Постоянно приходится совмещать и участки. Поэтому какое-то вовремя выходить с работы. Это заполнение медицинской документации, которую ты постоянно не можешь вовремя. Потому что наша цель, я в основном говорю, врачей – это поговорить с пациентом. А уж потом записать. Помимо работы и домашних забот, врач помогает пациентам онлайн. Ведет страницы в соцсетях, где бесплатно в любое время суток отвечает на вопросы у стюжан. Дает практические советы по профилактике и лечению заболеваний. По мнению Елены Петрыгиной, в Великом Устюге достойная медицина. Но и работать в области местного здравоохранения есть над чем. Достойная оплата труда. Рабочий график, выстроенный с учетом того, что врач тоже человек. Ему нужно временами кушать и спать. Вот простые мечты молодого доктора. Я бы, например, мечтала, чтобы в нашей поликлинии… Во-первых, была типовая поликлиника. Чтобы наши пациенты не ходили из здания в здание. Это вообще большая мечта, мне кажется, для наших у стюжан. И моя мечта. Чтобы был какой-то узел питания. То есть общественно, чтобы ты не приходил дома с торбами. Или же, когда у тебя начинается день с вызовов, ты этот суп таскаешь в сумке вместе с карточками. Или же твой день не заканчивается, когда ты даже не успеешь этот суп открыть. Или он у тебя там на приеме никогда было сделать. И потом быстро-быстро машина только появилась. У нас нет, как говорится, материально-технической базы ЦРБ. Тоже страдает. Вроде бы губернатор пополняет, нам и скорые дает. Но машины, которые возят участковых терапевтов, да, они желают лучшего. Безусловно, одним днем все давно наболевшие вопросы не решить. Главное продолжать. Планомерно вести начатую работу, чтобы районная медицина молодела и богатела профессиональными кадрами. Ведь результаты этой работы видны уже сегодня. Великий Устюг в последние годы делает успешные шаги к тому, чтобы стать привлекательным для молодежи. А тут, пожалуйста, для развития детей тебе и спортивные объекты Мороз-Арена, тебе и плавание, тебе и школы, причем база хорошая. Обожаю свой город, я люблю свой город и хочу, чтобы он в дальнейшем такими же темпами, как мы видим, за последние годы развивался. Ближайшие планы Елены Петрыгиной – это ожидание появления на свет третьего наследника. Тем не менее, надолго выпадать из профессии девушка не собирается. Нужно работать. Елена – хороший врач, это подтвердил и наш юный эксперт. Как ты думаешь, твоя мама – хороший врач? Да. Почему? Потому что я так думаю. И с этим сложно не согласиться. А тем временем врачом, а особенно хорошим, в российской глубинке быть непросто. Сделать труд врачей более комфортным, а медицину более доступной, решению этих задач сейчас уделяется все больше внимания. Будем ждать новых позитивных изменений и, как следствие, новых медицинских кадров, ведь они очень нужные люди. Программа подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов.